Мальчики, всем привет! Здесь лимон, апельсин, бананы, яблоки. Здесь кисель стоит Костас. Ещё придётся в школу скушать. Вчера делала. Всем привет! Всем привет! Добрый день! Время час с половиной где-то сейчас. Скоро уже у Костаса уроки закончатся. Вот. Так, мне задали вопрос, что соя? Соя, соя. Я уже соей пользуюсь несколько лет. Вот эта вот соя. Вот она какая, давайте покажу. Она не красная. Она такая жёлтая, ярко-жёлтая такая. Соя, знаете, что такое соя, да? Китайцы все едят эту сою. Она продаётся вот в таком пакете. У меня здесь чуть-чуть осталось. Я ещё буду делать. Это называется соя фаршевая. Фарш. Соя кемас практически здесь называется. Здесь она в этот... Я её покупаю в Скловине здесь. Физико-правент. Сто процентов, это самое, натуральное. А здесь она нарисована с макаронами. Я её подаю и с рисом, и с картошкой. Готовлю, как я готовлю её на сковородке. Ваё, сарэси, сэнафт, и ты соя кема. Муротана или калу. Калу, да, ну, калу. Мои любят, моим нравится. Мои любят, мои нравятся. Трёшь осприя, трёшь осприя, да? Осприя, да. Если, говорит, ты любишь кушать бобовые, конечно, говорит, этот, кто приучен, тот будет кушать. Как я делаю сою кема, я даже делаю её в пост. Всегда покупаем, и у нас всегда она есть в этом самом шкафу. Такая вот соя. И есть ещё соя кусочками. Такая вот. Её тоже надо замачивать, ну, тоже её в воде делать. Там делаю. Я показывала, наверное, как-то. У меня есть видео. Я поставлю маленький отрывочек. Я делала фаршированные персы даже с этой соей. Ну, я... Видео вам не сделала. Надо сделать. Я такая некультурная, нехорошая. Хороший блогер такой, что я снимаю видео, а потом вам не загружаю. Потому что монтировать очень... Он вокруг ходит, вокруг да около. Не фагито. Охи, рутаны, тисоя, и нафтопошно магирево. Я готовлю её так. В сковородку жарю, обжариваю лук с чесночком. Мелко-мелко крашу лук, мелко-мелко чеснок. В маслечке обжариваю, пассирую, как говорится. Я уже показывала несколько раз даже. Потом я туда добавляю томат. Видели все в покупках вот этот томат, который итальянский. Очень вкусный. Покупайте 2,5 евро. В Лидоли стоит. Очень вкусный. Кто не покупает, покупите. Я думаю, у вас еда будет намного вкуснее. И потом я добавляю вот... Знаете, он очень сильно разбухает. Такой объёмистый делается. Воды много вбирает в себя. Смотрите по составу, как вам нравится. Вам более жизненько нравится, чтобы был подливочка. Была подливочка, была подливочка. Что же я говорю? Или более густая. Это уже вы сами на ваш вкус. Я добавляю туда петрушку, укропчик добавляю. Орегану не добавляю. Перчик добавляю. Сейчас покажу, какой. Вот такой перчик. Вот смотрите, да? Здесь натуральные добавочки все идут без мяса. Но эта добавка идёт к мясу. Когда делаете мясо, вот это вкусно. Но я добавляю сюда. И Костасу очень нравится аромат вот этого. Именно вот этой добавочки. Здесь всё натуральное, без всяких... Без мясных... Не мясные добавки. Вот видите, всё, что здесь нарисовано, всё здесь есть. Просто так, для аромата. Не знаю, вот именно вот этот аромат нравится. Чисто перец вот такой, например, есть, продаётся. Я если добавляю, то уже совсем другой вкус будет. И вот я добавляю сюда и делаю готовый. Также отвариваю в спагетте любые макарошки кручёные, некручёные, маленькие, большие, любые. Картошку также и в духовке запечённую. Вчера вот я делала в духовке запечённой и полила вот этой вот соей. Вот подливочку сои сделала. Картошечка ещё осталась, а соя у меня уже кончилась. Потому что мы на два дня её растянули. Так вот покушали и с макаронами, и со спагеттой, и с картошкой вчера кушали. А сегодня рыба у меня готовится. Вот. Продаётся она в Скловенитисе, кто не знает, в Греции. В других магазинах я не смотрела. Я всегда там покупаю. Так что очень удобно. В этот... В пост очень удобно. Моим очень-очень нравится. И Костас любит, и Вайс любит. Это 100% натуральный продукт. Так что ничего в этом нет. Сои, это тоже самые бобовые. Только они, видите, вот так вот сделаны, высохшие и прокрученные, и сомельчённые. Я не знаю, как сказать правильно. Порубленные, я не знаю. Прокрученные через мясорубку, наверное. Я не участвую в производстве. Я не знаю, как это вырабатывается. Вот это вот 100% продукт. Вот здесь даже есть, наверное, в пакете. Здесь есть даже... Как готовить? Вот в спагетте. Вот здесь написано, как даже готовить на пакетике, если вы купите. Но я готовлю очень... Как вот я сказала вам, так я и готовлю. Без всяких заморочек. Поэтому заморачиваться не стоит. Также нравится. Я купила нашему другу в деревне. Митсусу. И он тоже делает. И ему тоже очень понравилось. Он говорит, классно. Он говорит, я даже не знала, что такие продукты у нас в магазине есть. Мы ему купили кусочками такой вот. Называется кебаб здесь в Греции. Написано соя, кебаб. Тоже самый пакетик. И вот купила ему фарш. Когда он попросил меня, что-то... Я его вначале угостила. Он поел. Говорит, что-то такое вкусное, говорит. И не такое тяжелое, как мясо, говорит. Я ему сказала, говорю, вот это он. Говорит, а ты можешь мне привезти? Потому что, говорит, моей, говорит, она не найдет, говорит. Ему привезли ему. И он очень даже хорошо кушает митсус. Ему нравится. Он вообще любит бобовые. Поэтому ему нравится соя. Так что делайте, девочки и мальчики. Кому нравится сейчас пост. Может быть, у вас в магазинах есть. Посмотрите тоже. Прочитайте, что вам там надо. Здесь очень много. Это очень 400 грамм. Это 400 грамм, как я не знаю, на 4 килограмма мятой фарша вы купите. Вот эти 400 грамм разделить. Совсем много не надо. Чуть-чуть вот так вот разделите на 4 раза даже. Как будто у вас будет очень вкусная еда. Я даже больше, чем на 4 раза делю. Смотря, сколько я делаю. Вот такие вот вешки. Так, потом мои цветы. Мне задали вопрос. Мои цветы, девочки, все цветы хорошие. Все цветы у меня стоят. Все цветы у меня. Ничего с ними не случилось. Мой тюльпан, который принес сюда. Уже вон второй там вылазит. Как она вот это вот называется-то. Цветочек не знаю. Сейчас у меня там я эти поставила. Эти самые поставила. Калы, чтобы выходили. Вот стоят горшочки с калами. У нас дождь. У нас проливной дождь. Мрачно. Сыр. Вайс опять зажег печку. Эту самую буржуйку. Какой туман, видите, над горой нашей ходить. Тоже некоторые зажигают. Некоторые, видите, тоже зажигают. Это самое печки тоже. Буржуйки. Камины. Сегодня такой, знаете, денечек. Не слабый, как говорится. Вот так вот. Потом покажу цветочки в свои. Так что. Так что вот так вот. Мне сказали, Люда, не ставь рядом ни с чем, ни с чем не ставь рядом. Смотрите, куда я ее поставила. Вот так вот. Вот так вот. Я потом ее вот так вот чик-чик-чик порежу. Поочикаю. Поставлю отращиваться. О, сразу как подуло. Ветерочком свеженьким домой. Вот она у меня здесь стоит. Я ее любуюсь. Красотуля моя. Прямо вот белую взяла. У меня красные есть. Я от красных уже как-то наелась, как говорится. Да, она. Глаз уже нарадовался от красного. Вот. А белую гераньку вообще классно. Она там одна стояла. Еще одна в другом месте была. Я взяла вот это вот, две штучки там было. Думаю, взять мне две. Нет, думаю, возьму одну. Ладно, потом я ее размножу. И вот она у меня здесь стоит, радуется. А мои нарциссы уже отсвели. Вот они здесь стоят. Давайте покажу. Вон они, видите, стоят здесь уже. Кружечки еще висят. Ничего еще не сделала. В них не посадила. Вот. Нарциссики. Такие вот вишечки. Моя соседушка пошла куда-то. Федусия. Теп-теп-теп-теп потепала. Ладно. Окно сразу запотело. Запотело. Здесь тепло дома. На улице, я не знаю, наверное, градусов 18. Вот такие вот дела. Так что вот эти я высадила некоторые. Если в этот самый... Прирастутся, прирастутся. Потому что они были испорчены. А здесь у меня маленькие остались какие-то. Может быть, дадут росточки. Может быть, нет. Не знаю. Вот. Еще плюсенькие, мелюзгученькие. А эти все даже листья уже отвалились. Уже все. Нет. Гусеницы, верно, и съела. Помните, у меня здесь была пузатая гусеница. И она такая же появилась на этом цветке внизу. И съела их. И все. Вот. Пока-пока. Наболталась с вами. Пока-пока.